Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. В администрации состоялось оперативное еженедельное совещание. По первым двум корпусам, которые уже тепловой контур закрыт, монтируются перегородки. В поселке Мирный продолжается строительство новой школы. Поздравляем вас с рождением. Сегодня вручаем вам детское кресло, которое, надеюсь, вам пригодится на долгий год. Будем пользоваться. С удовольствием. К безопасному движению на дорогах нужно привыкать с детства. Вы знаете, программа «Спокойной ночи»? Да. Выставка Александра Саушина представлена в Люберецкой картинной галерее. А теперь подробнее об этих и других новостях. Итоги минувшей недели подвели в администрации Люберец. Руководители ведомств доложили об оперативной обстановке в округе, а представители органов местного соуправления о проделанной работе. Подробности далее. В минувшие выходные сотрудники Люберецкой полиции несли службу в усиленном режиме. По словам начальника ведомства Евгения Романцева, праздничные дни прошли без нарушения общественного порядка. В целом за неделю в межмуниципальное управление поступило около 2000 обращений. 35 уголовных дел возбуждено, 28 граждан не задержаны, также было 197 ДТП с одним пострадавшим. Пять возгораний произошло на минувшей неделе на территории Люберецкого пожарного гарнизона. Все происшествия обошлись без жертв и нанесли только материальный ущерб. 9 марта на Рязанское шоссе в районе поселка Мирный на автомобильной дороге М5 обгорел моторный отсек автомобиля «Опель» на общей площади полуквадратных метра. Безаварийно прошел очередной отчетный период у коммунальщиков. Система ЖКХ работала в штатном режиме. В городском округе завершается плановая замена лифтов. На данный момент работа ведется в ПТМКД. Кроме того, подрядные организации приступили к ремонту подъездов, вошедших в план этого года. В текущем году у городского округа Люберца планируется отремонтировать 470 подъездов. За январь-февраль был выполнен план на 100%, это 45 подъездов. На март план составляет 72 подъезда. 97 единиц спецтехники и около 1000 человек приводили в порядок городские дворовые территории. За прошедшую неделю с несанкционированных свалок вывезли более 30 кубометров мусора. Со 2 марта по 8 марта сотрудниками административной комиссии номер 44 по городскому округу Люберца вынесен два постановления на сумму 50 тысяч рублей за недалежащее состояние и содержание территории. Свыше 10 тысяч звонков поступило на короткий номер 112. В большинстве случаев обращения поступали в адрес сотрудников скорой медицинской помощи. О ситуации в сфере здравоохранения рассказала заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ирина Штольц. По ее словам, в городском округе случаев заболевания коронавирусом нет. Луизей Гязырян, Сергей Гвозди, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Благоустройство 46 общественных пространств запланировано в Подмосковье в этом году. Список объектов определили жители столичного региона с помощью голосования на портале Добродел. Об этом на пресс-конференции сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. По его словам, работы пройдут в 37 муниципальных образованиях. У нас программа выстроена таким образом, что у нас в каждом городе должно появиться как минимум одно значимое общественное пространство. Мы в прошлом году реализовали более 50 проектов. Это все интересные и значимые объекты с комфортной городской средой. Это либо, опять же, парковая зона, либо зона отдыха. Жители Подмосковья сформировали также адресный перечень по благоустройству дворов. В планах властей привести в порядок более 1300 придомовых территорий и 20 парков. А также создать две сотни детских площадок. Кроме того, в рамках проекта «Светлый город в Подмосковье» отремонтируют и установят более 600 объектов наружного освещения. Поселок Мирный городского округа Люберцы застраивают объектами образования. В микрорайоне уже ввели в эксплуатацию детский сад на 360 мест. А рядом с дошкольным учреждением активными темпами возводится школа. На строительной площадке побывала и наш корреспондент Луиза Егезарян. Строительство школы в новом микрорайоне Люберец началось в конце 2018 года. За это время рабочие возвели все три корпуса учебного заведения. Сейчас они завершают наружные отделочные работы. Уже через две недели начнется следующий этап – косметический ремонт внутри здания, поставка и монтаж оборудования. По первым двум корпусам, которые уже тепловой контур закрыт, монтируются перегородки, монтируются инженерные оборудования, система вентиляции, отопление, водоснабжение. Ожидаем, что разрешение на год мы получим к первому июля, для того, чтобы за июль-август успеть получить лицензию. Школа рассчитана на 1100 мест. В ней будет три спортивных зала, медицинский блок, просторная столовая, а также студия хореографии и актовый зал на 660 мест. В свои двери новое учебное заведение откроет 1 сентября этого года. Всего в проекте поселка Мирный предусмотрено три школы и четыре детских сада. По словам экспертов, такого количества будет достаточно, чтобы обеспечить всех детей учебными местами рядом с домом. Луиза Егезарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается ремонт подъездов жилых домов. В этом году в планах городского округа привести в порядок 470 входных групп. За два месяца подрядные организации завершили работы на 50 объектах. Наша съемочная группа побывала в доме, где наносят последние штрихи косметического ремонта. Будет красота неописуемой. Дому номер 38 на улице Калинина больше 40 лет. Управляющая компания ЛГЖТ, которая обслуживает девятиэтажку, периодически проводит в нем ремонт подъездов. Входную группу здесь обновляют каждые пять лет. И в этом году в местах общего пользование МКД снова запахло краской. Мы все согласуем с жителями, все виды работ, любые новшества, любые изменения, любые переносы, даже по что у ящика, мы все согласуем с жителями. Мы всю эту работу выполняем, тот же с тем нормативом, который установлен в нашей области. Кроме покраски стены потолков, в подъездах этого дома обновили плитку, установили новое освещение, поменяли электрические шкафы. Качество выполненных работ оценил глава округа Владимир Ужицкий. Здесь люди есть опытные, по крайней мере, есть такая материальная хорошая база, в отличие от многих управляющих компаний, которые возникли там последние годы. Все-таки ЛГЖТ – это с историей компания, поэтому нет опасений, поэтому все работы будут сделаны и качественно, и в срок. Управляющей компании предстоит отремонтировать подавляющее большинство подъезда, вошедших в планы этого года – 400 объектов из 470. Полностью справиться со своей задачей сотрудники ЛГЖТ должны к началу сентября. В этом году в Люберцах станет еще на одну зону отдыха больше. На этот раз под благоустройство попала территория гарнизона. Вдоль дома офицеров планируют установить освещение, лавочки и урны. А в центре здания у главной входной группы разместят скульптурную композицию, какую именно решат в течение ближайших двух недель. Также в этот срок проектировщики разработают и утвердят окончательную версию благоустройства территории. Глава округа Владимир Ружицкий дал поручение обсудить обустройство с жителями на публичных слушаниях. Как это омощение будет выглядеть? Что это за плитка? Какая плитка? Какая плитка? Какие цветы, размеры и прочее? Во время встречи с ответственными лицами и управляющими дома офицеров глава Люберец выслушал все предложения. Их учтут при разработке плана проекта. Реализовать задуманное получится в третьем квартале 2020 года. Комплекс мер социальной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, обсудили в Люберцах. За круглым столом в картинной галерее собрались представители общественной палаты и специализированных учреждений. Вопросы соцподдержки родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, в таком формате в Люберцах обсудили впервые. Однако тема назревала давно. Зачастую мамы и папы городского округа не знают, какие льготы им положены. За круглым столом последовало разъяснение. Опишу те меры социальной поддержки, на которые могут рассчитывать родители при тех или иных условиях, на что вы можете обратить свое внимание. Если кто-то что-то не оформил, мы вас приглашаем на портал госуслуг Московской области для подачи заявки. И если нужна дополнительная консультация, приглашаем к нам в Люберецкое окружное управление на улицу Мира 7А. Как компенсировать расходы за проезд на метро, жилищно-коммунальные услуги или затраты на путевку ребенку с ограниченными возможностями? На эти и другие вопросы родители ответили спикеры круглого стола. О недопонимании в мерах поддержки у родителей оказалось немало. Есть ли такая услуга, как на дом? Специалист приходит на дом. Кроме того, на встрече поговорили о преимуществах групповой работы психолога с родителями, индивидуальном консультировании мамы-пап, а также медицинской и социальной реабилитации. В городском округе продолжается социальная кампания «Маленький пассажир. Большая ответственность». На этот раз сотрудники ГИВДД провели акцию в Люберецком роддоме. Одной из пациенток и ее новорожденному малышу инспекторы подарили детское автокресло. О том, что первый путь домой должен быть не только счастливым, но и безопасным, наш следующий сюжет. «Посыпаемся. Папа с братом внизу ждут. Поедем домой. Наконец-то». Четвертые сутки в роддоме. И вот этот момент настал. Елена Егорова и маленький Максим готовятся к поездке домой. Вопросы безопасности перевозки детей мама уже двоих сыновей. Водитель со стажем уделяет самое пристальное внимание. «Ни одна мама, ни один папа в момент ДТП не могут удержать своего ребенка. Это доля секунды. Если не хотите потерять или покалечить своих близких, особенно детей, они нам нелегко даются, то надо обязательно пользоваться средствами специальными для перевозки детей». Но сегодня единственная забота Елены – красиво одеть ребенка перед выходом к родным. А вот вопрос безопасности малыша в автомобиле взяли на себя инспекторы ГИБДД. Поздравить счастливую семью с пополнением они пришли не с пустыми руками. «Поздравляем вас с рождением. Сегодня выручаем вам детское кресло, которое, надеюсь, вам пригодится на долгий год». «Спасибо большое. Будем пользоваться. С удовольствием». Такая необычная акция – часть регионального социального проекта, который призван напомнить всем участникам дорожного движения, что маленький пассажир – это большая ответственность. «Даже первая поездка малыша в автомобиле должна быть как можно больше безопасной. Безопасной она будет только тогда, когда применяется детское удерживающее устройство. На сегодняшний день пострадало уже в дорожно-транспортных происшествиях три несовершеннолетних участника дорожного движения, но все они являлись пешеходами и в дорожно-транспортных происшествиях не виноваты». Представители госавтоинспекции помогли молодым родителям установить автолюльку и пожелали маленькому Максиму счастливого и безопасного пути. В городском округе Люберцы стало на 26 полноправных граждан страны больше. Юные жители муниципалитета получили свои первые паспорта. Торжественная церемония состоялась в стенах картинной галереи. «Теперь я могу самостоятельно путешествовать и открывать свой счет банковский». Радости восьмиклассницы Татьяны Савич нет предела. Теперь она сможет поехать отдыхать без родителей. Однако вместе с паспортом новоиспеченные граждане России получают не только возможность быть более самостоятельными, но и обзаводятся новыми обязанностями. Подростки уже понимают весь груз ответственности. Но он совсем не омрачает чувство, что ты уже взрослый. «Вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. У вас такой хороший праздничный день. Все-таки получение паспорта – это одно из важнейших событий в жизни человека. Я вас сегодня хотел бы с этим событием поздравить». Теперь получить свой первый паспорт в торжественной обстановке могут все желающие. Для этого при подаче заявления в МФЦ нужно просто заполнить анкету. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Радостное событие в семье Люберецкого труженика тыла. Алексей Корнюшин отметил 90-летний юбилей. Поздравление именинник принял от семьи, главы округа и, конечно же, нашей съемочной группы. Пожму вашу руку. У нас геройский человек. Я рад вас видеть. Спасибо. И мы в Эрдининосец. Вы проработали на заводах, да? Он заводит. Всю свою жизнь Алексей Павлович посвятил труду. Еще подростком во время Великой Отечественной войны работал на лесоповале, обеспечивал дровами поезда. А дальше трудовой путь сварщика до самой высшей категории. Именно Алексею Корнюшину доверили самое ответственное задание – творить кремлевские звезды. Алексей Павлович, здоровья вам и долголетия. Здоровья и долголетия, говорит Алексей Павлович, досталось ему из-за безграничного трудолюбия. Он долго не уходил на пенсию. Еще один важный момент в жизни – отказ от вредных привычек. Несмотря на то, что все коллеги Алексея Корнюшина употребляли алкоголь и табак, он не поддался общественному давлению. Выпивать, вот, пойду, я с ним иду, я говорю, только я буду разливать. Им наливаешь по полным стаканам, у меня столько касается, какой он рабочий, сварщик, он оденешь, шлем, там же ничего не видать, и руки трясутся у него. Я не любил выпить, я любил работу. Вот, я работал. Я работал, я всегда, понимаешь, со всеми. Алексей Павлович награжден орденами труда и трудового красного знамени. В свои 90-е чувствует себя гораздо моложе. Сейчас отдушина Алексея Корнюшина семья. Детей, внуков и правнуков он учит главному качеству, которое помогло ему в жизни. Добро ко всему, что тебя окружает. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Заглянуть по ту сторону экрана Люберчан приглашает художник-постановщик советского и российского телевидения Александр Саушин. Уже 45 лет по его эскизам создаются декорации к программам, которые смотрит вся страна. Рабочие наброски художника можно увидеть в Люберецкой картинной галерее. Вы знаете программу «Спокойной ночью»? Да. Программа, которую знают и дети, и взрослые. Виктория Фетисова не пропускала ни одного выпуска, когда была помладше. Ее лучшие теледрузья детства – Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша. Самый любимый, конечно, Хрюша. Такой хулиганистый, такой замечательный. Он чем-то, наверное, меня напоминал в детстве. Своей внешностью все персонажи «Спокойной ночи, малыши» обязаны Александру Саушину. Кукол актеров шили по его эскизам. За свою карьеру художник-постановщик создал образы многих советских и российских передач. Это будильник «До 16 и старше», «Не зевай», праздничные концерты и телеспектакли. Это эскизы к одному из спектаклей по Рэй Бредбори. Всего два эскиза. Таких, по-моему, у меня 26 или 28 эскизов. Очень много. Чтобы показать все эскизы, написанные рукой Александра Саушина, не хватит нескольких выставочных залов. Экспозиция по ту сторону экрана собрала около 20 работ. Это рабочие эскизы, по которым делается наше телевидение. Эти эскизы никто никогда не видел и никогда не увидит. Потому что обычно мы эти эскизы сдаем в Госминемофонд. Люберцы стали единственным городом, которому представили историю советского телевидения в эскизах. Экскурсоводом выставки стал сам Владимир Саушин. Увидеть редкие работы жители округа могут до конца марта. Дарья Борисова, Алексей Андреев и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберцы стали площадкой проведения финального этапа регионального турнира по шахматам. В течение недели за приз клуба «Белая ладья» поборются 8 команд со всего Подмосковья. Сильнейшими шахматистами Люберец стали ребята из 56-й Красковской гимназии. На соревнованиях они сразились в интеллектуальной схватке со шахматистами из Фрязина, Лыткарина, Подольска и других городов. Возраст спортсменов до 14 лет. Это сильнейшие команды этих городов, которые отобрались в результате муниципальных этапов соревнований. В этих командах очень недостаточное количество спортсменов. Даже есть 7 человек первого разряда и, так сказать, массовых разрядов второго, третьего разряда. Победители определят после семи сыгранных туров. Сильнейшая команда представит Московскую область на всероссийском турнире в Сочи, который состоится в июне. Все выходные люберчанки принимали подарки к 8 марта. С Международным женским днем дам поздравили по-разному. Музыканты посвящали им песни, танцоры, целые шоу. А представители движения «Парк Ран» провели в Наташинском парке особенный забег. Галстук прекрасно сочетается с лосинами. И это не новая модная тенденция. Креатива в свою спортивную форму активисты движения «Парк Ран» добавили, чтобы поздравить прекрасную половину физкультсообщества с 8 марта. Мужчины придумали такой, так скажем, общий дресс-код. Одеть рубашки с беговыми штанами и кроссовками. То есть сделать приятное девушкам, потому что девушки любят, когда мужчины одеты соответствующие. Сами дамы тоже предпочли одеться по случаю. На старт вышли нарядные с прическами и макияжем. Запутаться в подолах юбок по пути к финишу не боялись. Мы с девочками решили надеть юбочки. Кто-то одел веночки. Да, мы такими девочками-девочками сегодня решили быть. Мы по льду бегали, по грязи бегали, поэтому в юбочках ничего страшного. Они совсем нам мешать не будут. Эта пёстрая команда бегунов пробежала по Наташинскому парку 5 километров. Кстати, девушки и правда прекрасно справились с дистанцией. Вместо медалей на финише их ждали букеты тюльпанов. Движение «Паркран» проводят забеги еженедельно. Каждую субботу ровно в 9 утра на старт выходит около сотни люберчан. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в соцсетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова